Друзья, если ждете продолжения данной рубрики, как обычно, прошу от вас 8000 лайков. Ну и по традиции, первые 100 комментариев с удовольствием от лайков. Ну что, друзья, вы оперативно набрали 8000 лайков, а это значит, что очередная серия FIFA с кумирами у вас перед глазами. Сегодня у нас пик из трех средних кумиров на моем, откровенно скажем, неудачном аккаунте. Стоит ли вам вообще что-либо говорить? 8 кумиров, 8 кумиров и все пососнейшие. И в конце прошлого ролика мне упал Санчес, которого сегодня, наверное, затестим. Вере, спасибо, худшая карточка в истории FIFA, ты у меня на скамейке посидишь, я думаю. Я обратно решил на ворота Игоряна вернуть, все-таки Дудек это та еще срань. Ну а в остальном все абсолютно так же, играем матчи в дивизионах, пытаемся выигрывать, открываем пакетики. И, собственно, по традиции кумира вскроем мы после первой каточки. Так, первый соперник, Криштиан Роналдо, Бумианг в атаке. Так, так, Линникер, а вот так вот, и вот так вот. Ебать, друзья, я не понимаю, что с этим гением. Что он только что положил, смотрите, фейк замах и на нахуй с места. Это что за Роналдиньо в моменте, блядь. Гарри Линникер, первая, ну, четвертая минута, но на первых минутах он забивает такой шедевральный гол. Ну, реально, вы посмотрите на статы этого Линникера, ну, это же абсолютно посредственная карточка, увидев которой в паке вы наверняка не были бы рады. На микродриблинге, на микродриблинге разъебываем. Нихуя, блядь, просто на микродриблинге, пам-пам-пам, соперник просто в ахуй был. Так, ну, это тренировочек, как я понимаю, разогревчик такой перед более серьезными соперниками. Пока что вообще без проблем. Так, Гарри Линникер умещаю. Ну, все, блядь, пушка завелась. Хо-хо-хо, как он накрутил, блядь. Просто ебаный гений, посмотрите, что он творит. Дрэкбэк. Блядь, э, фол! Так, Линникер, Линникер. Линникер, крутится, вертится, хорошо. Ну-ка. Блядь, я просто в ахуе. Это че за монстр, блядь? Что это за ебарь такой, Гарри Линникер? Какие лонгшоты он кладет? Ну, и на месте соперника я сделал бы абсолютно так же. Что это за тип, блядь? Бля, ну че за лютый тип? Какой он красивый первый гол забил. Смотрите, остановочка. Как филигранно. И что это за лонгшот? Не, реально. Ну, типа, когда это делает Роберто Карлос, когда это делает тот же Канцело, окей. Ну, когда ты это видишь от бэйби карточки Линникера за 80 тысяч, у которого удары, ну, прям вообще хуйня на карте. Ну, это прям вызывает уважение. Так, ну и, собственно, друзья, момент истины. Кумир. Очередной кумир на этом аккаунте. Я очень сильно надеюсь и верю, что мне повезет. Линникер, это, конечно, хорошо, но хотелось бы уже увидеть что-то реально из разряда вау. Но не может эта черная полоса продолжаться настолько долго. Все, давайте, пик открываем, по остаткам будем угадывать, что же здесь нам дропнется. Так, ну, давайте, поехали. Первая карта, друзья. Физподготовка 64. Ни о чем не говорит. Защита 41. Дриблинг 90, что, наверное, довольно-таки неплохо. Передатчики 85, удары 87 и скорость такая. Ну, это какая-то срань, наверное, зола. Опять итальянец, блядь. Как мне заебали эти итальянцы, боже мой. Так, окей, вторая карта 85, 86. Дриблинг так оси, передачки такие себе. Скорость 78. Это Макеллили. Боже мой. Опять стенной пахнет, друзья. Неужели ни одной достойной карты не будет? Ну и третья карточка. 88 физуха. 78 защита. 82 дриблинг. Но это тоже уже кажется, что что-то такое посредственное. Хотя, подождите. Это какой-нибудь балок, может, или Швейнштайгер. Это балок. Боже мой. Я не знаю, этот аккаунт реально кто-то проклял. Кто этот самый человек, который проклял этот аккаунт? Ну, здесь я, наверное, балока возьму. Вариантов особо немного. Макелли, мне кажется, хуже, чем балок. Ну, ставим вот так вот вместо пуйоля. Так, у нас была победа плюс 3 гола. Открываем 2 пакетика. Первый пак хуита. Хотя тут, смотрите, мод им упал. Вау, 13 тысяч сюда. Так, ну и второй пакетик. Опа, здесь волкаут. Но не хороший волкаут. Это ЦП Испания. Забейте. Так, второй соперник. Нихуя себе командочка. Тоти Дебрюны. Тоти Жоржиню. Сала. А у меня Леникер в атаке. Вот так вот. Так, ну чё, Михаэль Балок. Ну, я уже понимаю, насколько это тяжёлая карточка будет, я вижу. По его движениям. Ой, как всё в слоу-мошене делали. Вот такой пас на Кан... Нихуя себе. Канверт Левен, или как его там зовут? По штангами сейчас захуярил. Это чё, блядь? Внебрачный брат Леникера, что ли? Лонгшотики бьёт. Так, Леникер. Отборы успевает делать, понимаю. Так, Леникер. Снова отбор делает. Прошу заметить. Блядь, просто человек нахуй оркестр. Ну-ка. Ебать, это что за ракета летает туда-сюда? Ну чё, первый тайм 0-0. Нихуя не получается, как и у меня, так и у соперника. Балок. Ну-ка. Бля, этот Минди, это что за ракета, бля? Как его нахуй пробить? Так, Санчес. Вот такой вот коридорчик. Коридорчик! Наконец-таки мы забиваем. 1-0. Только на 63-м могли вскрыть соперника. Санчес забивает, прошу заметить. Беги, беги, беги. Леникер, толкай. Хорошо, Леникер. Бля, как он потолкался. О, спасибо, уголок открыл, блядь. Слишком поздно было, сука. Не, ну как протолкнул сейчас Леникер, это просто было легендарно. Леникер мог сейчас забить и этот Минди продолжает прыгать. Ну что за чёрт такой? Ну, Балок, наконец-то. И забиваем 2-0. И вот новичок наш забивает. 2-0. Ой, ой, 79-й, нельзя пускать. Нет, только... Блядь, ну вот какое говно мне ещё могло залететь? Ну, давай, давай, Балок. Хороший пас, нажи 0-я. И отрывайся, он уже фул в атаку летит. Кто это, блядь? Какой нахуй Бехрома, блядь? Блядь, ну какой нахуй Бехрома? Ну вот что это, блядь? Как у меня горит очко, когда вот такую хуйню исполняют, блядь, нахуй нападающие. Ну и сейчас для красоты момента нужно, чтобы этот самый Бехрома мне забил на последней минуте, блядь. Просто для красоты момента. Нужно, чтобы этот ебаный Бехрома, блядь, отработав в защите, блядь, пробежав всё ебаное поле, ещё мне и забил. Ну я просто, блядь... Ох, блядь. Просто сил нахуй нет. Ну как это возможно? Человек с дефом 47 играет, как лучший ЦЗшник, блядь, в истории человечества. Блядь, ну дай доиграть, ёбок, блядь. 2-2. Просто на ровном месте. Сука! Давайте, next match я хочу сыграть со всеми легендами, которые есть у меня в клубе. Осталось лишь 2 позиции, друзья. И всё. И наша рубрика подходит к концу. А, ну ещё не забыл пак открыть. Мы же ничейку скатали. Может быть, нам здесь повезёт. Нет, не повезёт. Так, что дальше по сопернику? Давайте смотреть опять этот Бехрома, которого я уже боюсь, блин, до чёртиков. Так, ну-ка, Леникер. Бля, нихуя Леникер паса. Это что, блядь, за человек такой? Это, блядь, реально лучшая карточка в этой игре. Прям контраст такой после самой худшей карточки. Так, Вери. Опа, ну, блядь, это твой звёздный час, братан. Не, он не забьёт. Забейте, просто забейте, нахуй. Это невероятная цель для этого молодого человека. Ну, Вери в моём клубе, я понял, это как Форза в Амкаль, примерно. Сколько бы он там ни пыжился, ни тужился, хуй, он забьёт. И на нахуй. Ебать, Канцелос, отряс перекладину. Первый тайм подходит к концу. Снова нули на табло. На, нахуй, блядь, вынимай, блядь. Это лучший игрок в этой, блядь, нахуй, игре. Вот в прошлом ролике был акцент на худшего игрока. А в этом ролике это уже лучшая карточка, блядь. Реально, Леникер, это тот парень, от которого, ну, ты прям не ждёшь таких движений. А он каждый раз берёт и ебёт, блядь. Так. Ой-ой-ой, Вери бежит, друзья, блядь. Вери бежит, нахуй. Не-не-не. Он не забьёт. Это, опять же, задача невыполнимая. Блядь, вот это хуёво. Адама Траоре, блядь, держать. Ух, Игорян хорош. Опа, Леникер. Давай, брат, давай, брат, Леникер. Толкай. Хорош, Леникер. И фирменная. Райзеновская. Блядь, чё за лютый. Чё за лютый тип. У него как будто, блядь, второе дыхание открылось, блядь. Ой, ну это провал. Это гол, скорее всего, блядь. Почему я не могу без валидола? Спокойно закончили, блядь. Он ещё, блядь, что-то меня машет. Ладно, я знаю, как так мстят. В таких случаях вот так вот делают. И вот так вот делаю. Блядь, перекладина. Ладно, величайшие тоже ошибаются. Блядь, сейчас бы был хитричок, и мы бы три пака могли бы открыть. Но нет, ладно, мы отложили. Мы отложили это действие. Мы отложили это действие, блядь. На нахуй. Хэттрик от Линникера. Перекинул по красоте, блядь. Чё, блядь, тебе Линникер накажет, ещё один закинет. Вот отсюда, например. Я, блядь, не знаю, какие нахуй слова подбирать. Это чё, блядь, любой удар, гол, блядь. Это что за ёбарь? Я это пиздец. Просто паутинку прошил. Ну это, блядь, просто гроб в ключку, блядь. Как там говорится? Крышка, ключ, гроб. Блядь, с этой короной тупо я. Короче, вы поняли. Теперь у меня есть идея фикс купить его прайм-версию и отыграть с ним ВЛ на основе. Ну, я уверен, что если уж бэби-карта так играет, то мидл будет разъёб. Точнее, прайм. Ну, блядь, ну тут вообще уже всё похороны. 5-1, до свидания. Чё, 5-1 хэппи-энд в этом матче Линникер. Это прям моё почтение. Сколько он там голешников отгрузил? 4 вроде, да? Мне 5 голов он отгрузил. Ну тут смело открываем 3 пака. Поехали. Первый пак. Это информ. Серб, форвард. Кто там? Я хуй его. Дмитрович? Второй пак открываем. Здесь нас ждёт говнецо. Так, ну и третий пак. Давайте за соточку откроем. 2 тысячи фифа-поинтов. Какой же игрок здесь нам... Класс. Просто класс. 84 пике. Так, ну что, я думаю, финальный матч на сегодня. Ага. Мбаппе, Анри, Месси, Дэвис. Солидненько, солидненько. Но мне похуй. У меня есть Гарри Линникер в атаке. Мне ничего не страшно с этим монстром. Ой. Ну это гол. Ауарчик забивает 1-0. Хорошо, хорошо. Я тебя понял, братан. Я тебя понял, блядь. Я тебя понял. Ща, блядь. Ну, балок. На нахуй, блядь. Внимай. Балок, хорош. Ой, блядь. Ну всё, пизда. Надо переиграть соперника. Надо пере... Переиграть соперника! Я переиграл его, Игорян, хорош. Ой-ой-ой. Провал. Хуёво, блядь. Это Линникер, друзья. Это Линникер. Это Линникер. Блядь, киковная. Фу. Работаем, друзья. 2-2. Линникер. Ну. Линникер! Гарри Линникер! Он снова забивает, блядь. Чё за машина? 61-ая, блядь. 3-2. Пиздец, блядь. Только что соперник выиграл. Он уже проигрывает. Так. Он бежит. Блядь. Нет. 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 Снука стоямо, блядь. Пиздец. Чё за матч? Вот такой вот балл ролл. Опа. Вот так вот ушли Линникер, блядь. Вот так вот устанавливай, блядь. Ну. Блядь. Сука. Хорошо накрутил. Вот тебе соперник легко, конечно, за МБП и Анри крутиться. А вот попробуй так же за Линникера побегать, покрутиться. Так. К балок. На нахуй, блядь. 4-2. Всё, друзья. Пошло. Пошло, блядь. Давай-давай, братан, забегай. Давай-давай-давай-давай-давай. Линникер бежит, чтобы забить ещё один гол. Блядь, какая машина. Какая машина. Блядь. Просто слов нет, нахуй. Нахуй, ты крутишься, вертишься. Блядь. Ладно. 5-3. Просто как нож сквозь маслом, блядь. Блядь. Ну нет. Ну нет. Блядь. Не вздумай, нахуй. Я люблю, конечно, проёбываться на последних минутах. Но нет. Блядь. Ну почему никто не держит? 5-4. Пиздец. Ой, друзья. Всё. Я играю аккуратненько. Просто. Блядь. Аккуратненько я сказал. Блядь. Но мяч был у Вере. Блядь. Это будет пиздец. Пожалуйста. Пожалуйста. Ребята. Вы чё, алё? Вере с мячом, блядь. Отъебись от этого мяча. Так. Балок. На Линникера. И Линникер. Давай. Хорони, блядь, нахуй. Линникер. Гарри Линникер. Официально мой самый любимый футболист, блядь, в этой игре. Ну это пиздец. У меня нахуй нет слов. Какие вещи он творит, блядь. Какой шикарный камбэчный выпуск у нас получается, друзья. Просто статистика Гарри Линникера. 30 матчей, 23 гола, 10 ассистов. Это учитывая, что добрую часть своих игр он отыграл на позиции центрального полузащитника, где так же круто отборы делал. Что в этой карточке такого? Я хуй его знаю. Трочек, финты, рост метр 77, лонгшоты всего лишь 82 с подкруткой 61. А он именно вот с подкрутками очень часто херачит. Ловкость, баланс просто на дне. Но при этом есть какая-то особенность. Может, таланты есть. Но талантов тоже нет. Только командный игрок. Как так получается, что чел один из самых худших кумиров вот так вот играет? У него просто, не знаю, нет слов нахуй. В общем-то, друзья, как-то так. Вот такой вот выпуск получился. Сейчас у меня на балансе 100 тысяч монет. Буду думать, что делать дальше. Нам осталось поймать двух кумиров. И, собственно, рубрика будет закончена. Пока что, как вы видите, все кумиры. Бичовский. Да, при этом как бы Леникер хороший. Он типа пиздато ебожит. Но если вот глобально смотреть, это, конечно, сранит. Кстати, у Вере, прошу заметить, три ассиста за четыре матча. Голы он не забивает, но хотя бы ассисты отдает. Да и балок, кстати, не так уж и плохо, на самом деле. Три матча, три гола, один ассист. Ну, как по мне, вполне себе неплохая статистика. А у меня на сегодня все, друзья. Если вам нравится эта рубрика, поддерживайте ее своими лукасами. Оставляйте классные комментарии. И всем спасибо за просмотр. Чао, какао.